Здравствуйте, зрители этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида, и в этом ей помогает Надежда Эггерс. Меня зовут Михаил, и мы продолжаем наш сериал под названием парад домов. Мы приехали в один очень хороший район, который называется Winter Park. Сегодня мы покажем вам модель, она Station называется, и информация по этому дому. Этот дом стоит 700 тысяч долларов. Он уже идет как апгрейд, обновленный. Базовая цена этого дома начинается от 550 тысяч долларов. Мы уже поинтересовались, нам рассказали, что здесь, в этом комьюнити, осталось два дома за 550 тысяч, которые можно приобрести. Итак, про этот дом. Здесь 4 спальни, 3 ванных комнат, 1 отдельный туалет, 2582 square feet, то есть 240 квадратных метров. Здесь есть clubhouse, общественный бассейн, тренажерный зал. H-way здесь стоит 300 долларов в месяц. Налог здесь получается 5-6 тысяч долларов в год. Я еще спросила, здесь первый этаж блочный, конструкция дома, а второй wood frame. Что такое у нас wood frame? Frame это каркас, вот как его в России в каркаснике дома из дерева строят, собирают. Вот здесь также это происходит. Первый этаж блочный, и на этот блок устанавливается этот каркас. Ну, можно еще сказать, что район Винтерпарк, это считается очень хороший, престижный район. Здесь очень хорошие школы с высоким рейтингом. Так что, я считаю, цена очень даже для этого дома соответствует. Ну, давайте посмотрим, что же там внутри. Да, еще я добавлю. Здесь очень развита инфраструктура. Здесь много ресторанов, кафе, школы с высокими рейтингами. То есть здесь все очень хорошо. И да, правда, как Юля заметила, очень даже приятная цена для этого района и для нового комьюнити. Еще хотел напомнить, пожалуйста, не переживайте, Надя скоро вернется и продолжит снимать с Юлии обзоры. К сожалению, она не успела к этому мероприятию вернуться, но всем передает привет и скоро приедет. Да, а мы проходим смотреть дом. Анастасия. О, смотри, как симпатично. Тут все-таки коридор. Да, слушай. Слева сразу же кабинет. Кабинет, слушай, угловой, да? Интересно так. Необычно. Смотри, стены. Стены, как в России, ровные. Да, обалдеть. Не апельсиновая корка, не попкорн, ничего. Только потолок апельсиновая корка. Да, да, да. А в кабинете, смотри, сделано. Да, да. А посмотрите, отделка нижняя какая-то уже интересная. Да, да, да. Симпатично. Да. Занавески есть. Слушайте, ну, занавесочки наши любимые, да, весят. Да, да, да. Красиво. Тут при входе вот такое зеркало здоровое. Да, зеркало имеется в саду. Так, а что у нас здесь? Гараж, да? Здесь гараж, да. Гараж, да. Кстати, не сказали, насколько гараж. Мы здесь на две машины. Здесь офис пока. Вообще, он, да, на две машины. Вот здесь водонагреватель. Так, а мы идем дальше. Так, что у нас здесь на полах? Скажи, тук-тук, выйдите. Слушай, это паркет. Паркет, да? Ну, ты знаешь, я вижу, да? Такой ровненький, красивый, хороший. Идем в кухню. Кухонка симпатичная какая. Посмотрите, слушай, мне нравится этот застройщик. Слушай, здорово начали делать. Уже не первую смотрим, это прям тенденция хорошая. Ну, красиво смотрится вот эта. Да, да, да. Ну, как бы, да, внутри все деревянного цвета, понятно. Но это у них, знаешь, стандарт везде, видимо. Давайте-ка, нет. Нет? Ну-ка, давай еще раз. Нет. Ну, в общем, я не думаю, что в доводчиках большая проблема, они могут их поставить. Нет, нет, это вообще небольшая проблема, да и все, кто рукастые, сами могут себе установить. Заменить. Ну, просто странно, да? Скажи. Просто мы обращаем, да, на эти детали внимание. Слушай, а вот это тоже классная вещь. Это фартук. Посмотрите, он как мозаикой сделан. Ну, похоже, похоже на натуральный камень. То есть из натурального камня. Возможно, это как мрамор, кусочки мрамора. Мне кажется, это плитка. Да? Да. Кстати, смотри, как сделали столешницу полностью. Здесь острова нет такого. Да. Так, а что это вообще? Это тоже искусственный камень. Ну, он дороже гранита стоит. Да ты что? Я просто не знаю. Да, да, да. Здесь вот такой холодильник. Холодильничек хороший. Цвет кабинетов красивый. General Electric. Да, он не белый, а такой светло-светло-серый, да? Да. Приятный. О, винцо, да? Давайте выпьем. Так, ну, наверное, кухня все. Здесь дальше... Да. Вытяжка тоже хорошая, да? Смотри, там, где у нас обычно в Америке во всех домах микроволновки, здесь вытяжка. Да, что очень круто. Да, так, значит, обеденная зона, пожалуйста. Вот она. Красивая посуда, да? Да, посуда красивая, но она не останется, к сожалению. Да, и отвлекает нас от всего остального. Да, не говори. Ну, вообще, да, вот она обеденная зона, а люстра, да, люстра какая. Все такое дизайнерское, предобрали. Смотри, какие потолки. Вау, вот это классно, смотрите, второй свет, я обожаю. И вот эту... Это придает дороговизну дому, сразу уже другой уровень. И как это Надя, по-моему, говорила, это пространство больше, больше дышится здесь, воздух больше. Конечно, конечно. И с моей, как интересно, и паной сделали в рамке. Да, 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 да. Ну, представляешь, если просто была пустая стена, вот они бы не придумали, что это вообще такое? Это... Слушай, это как... Да, мы даже не поймем, что это такое, да? Оно как будто такое цельное вообще, я даже стыков не вижу. Не, по-любому, это, конечно, собрали и склеили. Да, да, ну мы не понимаем, что это, но смотрится интересно. Такая тут люстра большая. Ну, люстры останутся, свет останется. Люстры, да, да. Она как раз, эта тетенька, говорила, что мебель, естественно, мы заберем. А что касается кухни, всего освещения, здесь оно оставляется, которое именно в потолке. Да, да, да. В общем, вот это классно, мне нравится это. Остаешься? Да. Пойдем. Нету 700 тысяч, правда, но... В хозяйскую спальню. Будем стараться. Так, у нас здесь, еще раз повторю, четыре спальни. Сейчас мы вот находим первую, и это хозяйская спальня. Окно большое, это классно. Да, да, да. Не классно, что вид опять на этот мой любимый, белый. Белый забор. Ага. Ну, вот там еще один дом строится. Ну, будет покрасивее, когда он достроится. Ну, как нам вот здесь риэлторша сказала, что у них уже все распродано. У них тут, я не знаю сколько, около семидесяти домов. Да, где-то так. Всего два осталось, представляете, все продано, осталось два. Да, да, да. Ну, в общем, смотрите, мастер-бедрум, хозяйская спальня, она достаточно большая, да, и окна большие такие. Витражинь, так. Хозяйская. Ванная хозяйская. Здесь самой, кстати, ванной нету. Смотри. Здесь вот есть. Здесь только душевая. Душевая. Угу. Так. Ну, полочки маловаты, можно было бы побольше. Ну, да. Ну, хотя, смотри, вот здесь еще сделали полки, здесь тоже можно заставлять все шампунем. Угу. Ну, такая достаточно вместительная. Ну, да. Плиточка на полу хорошая. Так, здесь одна вот раковина. И вот вторая. Здесь нет дискриминации, смотри. Да, здесь у всех маленькие. Да. Так, а здесь вот туалет. Пуалет отдельно, что очень даже хорошо. А здесь еще одна. Думаю, здесь для полотенца. Да, ух ты, гардеробная. Думаю, какие какие. Ну, по ходу общее. Полочки радуют. То, что они нестандартные, улучшенные, деревянные. Да, хорошо видишь, с полом они. Да, с полом сочетается. Паркет хороший, да. Ну, не скажу, что большая гардеробная, но нормальная. Давай странный... А, вот. Я так и знал. Потому что странно бы, если здесь не было какого-то отдельного помещения для полотенец. А, да, для полотенец, конечно. Вот. О, тоже полочки хорошие. Угу. Ну, вот она и сказала, что эта модель стоит 700 тысяч, потому что здесь сделан полный апгрейд. Да. По видимости, они как раз и добавляют вот эти более дорогие, качественные полки. Как-то... Я думаю, вот это тоже апгрейд. Это тоже прибавляет цену. Да, да, да. Потолки здесь, смотрите... Как это называется? Ну, то, что... Выпуклые, впуклые. Ну, в общем, нестандартные. Что ниша, в общем, они сделали это, да. Да. Но, с другой стороны, они уже как бы стандартные. Мы уже не первый дом. Ну, да, да, да. Это вот нестандартные, где когда балки идут или какие-то там... Да, да. Что тоже красиво. Ну, классно, конечно, когда вот... Классно. Ну, мне тоже очень нравится. Второй свет – это супер. И такое все светленькое. Смотри, отсюда все просматривается. Ты заметил тенденцию, что все дома, они светлые. Вот заходишь в старые дома, они почему-то любят красить в темные цвета. Меня это просто угнетает. Ну, да, да. Сейчас хоть все в светленькое красят, молодцы. Все меняется. Посмотрим, что будет через год, через два. Да, да. Может, все вернется. Так, одну спальню мы нашли. Да. А теперь ищем еще три. Давай вначале сюда посмотрим. Хорошо. Вот это как раз отдельно стоящий туалет. Ага. Так, здесь у нас половиночка. Это половиночка считается. Так, и здесь что? Постирочная. 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 Она же прачечная. Так. Что там? А что там? А полочки. Симпатичные. Да. Я бы обязательно, если бы покупала дом, то я бы такой обыграет сделала с полочками. Меня просто достают эти белые. Даже сама купила. Смотри, лестница какая-то симпатичная. Хорошо, что не ковроли. Классно. Проходи. Ага. Хороший вид. Так. Ну, здесь как всегда. Так, бонус комната. Игровая, да, бонус. Угу. Здесь тоже, вот смотри, можно телевизор на втором этаже смотреть, теоретически. Ну да. Ты вот не знаешь, что здесь можно сделать, да? Ну, опять же, это нелогично. Ты здесь телевизор смотришь, а кто-то внизу еще смотрит. Внизу. И слышно, правильно же? Да. Потому что здесь открытое пространство. И кажется, ну, все-таки очень хорошо и функционально, когда один большой телевизор на первом этаже в гостиной, они как вот здесь раздроблены. Ну, здесь, опять же, да, как говорят, можно детскую делать. Да. Так, спальня номер два. Вот дверь, я тебе говорю. Вот эти стандартные двери. А, знаете, какой здесь минус? Ну, как это не минус, как бы все логично, он не миллионник все-таки, да, 700 тысяч. Двери маленькие, стандартные. Здесь невысокие, как мы смотрели в миллионниках. Да. А поставляют, конечно, они красиво, что и говорить, да? Смотри, вентилятор какой красивый, прикольный в тему. Такой сдуть может вообще. Ну, кстати, вот эти вентиляторы нового поколения, они такие современные, они более такие, знаешь, с гладкими углами. А, то есть они так мягко, да? Да, да, да. Ну, хорошо. А ты представляешь спать, он головой у тебя. Угу. И упал у тебя. И, кстати, заметьте, эти товарищи не сделали... Фу, простите, корочка апельсиновая. Да, не сделали обои, как сейчас мы встречаем. Да, да. Но, но покрасили в другой цвет. Посмотрите, это персиковый. А рядом стена, все остальные стены в серый цвет. Да, да, да. Вот здесь красивый вид на искусственное озеро, я думаю, здесь. Водоемчик, да? Ага. Вот так. Хорошо, но здесь будет все застроено, имейте в виду, даже, может быть, водоемчика не будет видно. Слушай, очень большая вместительная гардеробная. Угу. Угу. Да. Для одной спальни. Это же не мастер. Да. Так, мы нашли вторую спальню. Хорошо. И дальше. Я уже слышу, что здесь кондиционер. Да, да, да. Вот такой вот большой кондиционер. Кстати, на полу ковровое покрытие здесь. Да, здесь на втором этаже ковролин. Усовершенствованный, более дорогой, но ковролин. Да. Так, здесь, я думаю... Ну, правда, шумоизоляция, может быть, это и хорошо, на самом деле. Я сейчас буду открывать. А, давай. Чтобы можно было показать. Ага. А, ты про ковролин, да. Да, полочки. Ну, вот, да, мы задавали уже вопрос интересный, вы нам ответили. И пока нет. Что думаете по поводу ковролина. Так, спальня номер три. Номер три, да? Да. Угу. Мое любимое угловое окно. Да, да, да. Рядышком дом, смотри, соседний. Ну, это соседняя модель, мы в нее пойдем, посмотрим в следующем видео, увидите эту модель. Ну, вообще, прикольно, когда угловые окна. Кстати, красивые шторы, значит, он напоминает кухонные полотенца. Вытереться можно. Такие по материалу. Но они все равно текстурные, прям очень хорошо смотрят. И очень красивый синий цвет, который вот. Да. Опять же, на одной стене синий, видите? А так везде получается серенький светлый. А здесь гардеробная, смотри, вот такая. То есть это слайдинг-дор, это раздвигающие двери. Я в прошлом видео, по-моему, неправильно сказал, как раз, как ты сейчас. Слайдинг. Слайдинг, да, слайдинговые двери. Учим язык вместе с вами. Учим язык вместе с вами. А, то есть они раздвигающиеся. А в том, в той комнате была такая двера открывается. Да, так открывается. Ну, это тоже удобно, да, когда так вон двигается. И вот очень актуально для Флориды. Но это, на самом деле, водяные эти доски. Это не сноуборд, да. Смотрите. А, вот у них ванны, которые разделяют вот эти две. Ага, да. Так, две раковины и ванны. Все так аккуратненько, неплохо. Ну, если вглядываться, то можно найти. Так, а это еще кондиционер. Второй. Да, да, да. Смотри, как они здесь сделали стены. Это, на самом деле, ну, достаточно трудоемкая работа. Можно в это... Выпиливать все это дело. Да, на ютубе, да, посмотреть, как это устанавливать. Я просто смотрел. То есть это достаточно сложно. Ну, и смотрится красиво. Ну, да, да. Чем просто представляешь, просто стена была бы, да, покрашенная. Как в некоторых, да, дома мы заходим. Вот тоже, вот такой панели нет, стена пустая. Да. И вот, чтобы, например, ее чем-то завесить, надо покупать какую-то огромную картину, какие-то декорации. Лепить, что стоит достаточно дорого. Да. И ты попробуй такого размера огромного еще подобрать. Да, да, да. Что дальше? Так, здесь вот хочу обратить внимание, симпатичные. Но вот они, кстати, недорогие, смотрю. Такие, они не кованые. Да, да. Не кузнец ковал. Это фабричное. Да, вообще не разу не кузнец. Это хом-дип, мне кажется. Да, да, да. Дипот можно купить. Мне что-нибудь нравится, немного, как видишь. Шатается она, да? Гуляет, да. Немножко. А так как мы русские товарищи любили выпить венца, то да, вот так ты знаешь, а если ты весишь около ста килограмм, то можно вообще прям хорошо прокинуться. Сломать, да? Так, следующая комната. Да, это четвертая, финальная. Тоже светленькая такая. Да, да, да. Смотри, синенький акцент здесь уже. Красивый синий цвет. Темный такой, да. Ну, скажи, она не смотрится темной, когда только одна стена, а остальные светлые. Интересно. Здесь опять учим английский. Слайдинг. 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 Дор. Да, раздвигающаяся. Достаточно вместительная. Отлично. Вот, посмотрите, строят новый дом вот таким вот образом. Как мы и говорили, здесь первый этаж, блочная конструкция. Вот такие вот блоки бетонные. А рядышком уже построенный домик. И там дальше. Вот соседи строятся. Так, не видно второй этаж? Что, вот фрейм. Ладно, может быть, потом покажем. Что там? Да просто. А, а что там? Залез в этот шкаф. А что здесь? Здесь ванная. А, ванная. Ага. Так, здесь душевая, точнее, если. А вот твои любимые штуки, которые, не знаю, нужны ли они или нет. Погуглить, проверить их название. Ага. Да, что-то непонятно. Что-то непонятно. Так, и вот здесь. Кстати, надо заметить, фасады везде и на кухне, и в ваннах одинаковые. Ну да. Ну это стандартные, люди часто так делают. Так, ну что, и мы, получается, прошли все, да? Да, пойдем на десерт, посмотрим, как всегда. На улице, что у нас, на бэк-ярде. Посмотрим. Пойдемте, пойдем. Комната, конечно, компактная, но в целом вообще прям... В целом ничего, да? Да. Жить можно, да? Да. Учитывая, что это винтерпарк. Да, закрепить перилы и все, и вообще замечательно. Закрепить. Не, ну конечно, круто, молодцы. Мы с тобой не часто в домах видели вот сейчас на параде, что вот такие потолки. Угу. Ну все, мы выходим на балкон. Так, сейчас. Наши любимые отмычки. Так, сразу натыкаемся на обеденную зону. Здесь бассейна нет, естественно, за эту цену. Но бассейн, если вы захотите, ну в этой модели уже не влезет. Просто, посмотрите, места нет. Ну да. Джакузи. Да, можно сделать хот-тап. Да. Да. Потому что здесь уже что-то будет другое. Другой лот, наверное, скорее всего, да? Это место не относится к этому дому. Все. Вот. Ну да, ну да. То есть... А, ну что надо сказать. Здесь же есть бассейн общий, общественный. Общий, да. Вы платите HOA 300 долларов и, пожалуйста, ходите в общественный бассейн. Да. И, кстати, по-моему, здесь в 300 долларов еще крыша включена? Или я помню? В 300 долларов HOA включено тренажерный зал, понятно. Вот теннисный корт, такие моменты. А еще покраска дома. Да, да. То есть, когда у вас что-то с домом будет не так, HOA покрасит ваш дом. Так что нужно выбирать, кому что подходит. Ну да. Кому-то конкретно нравится вообще без HOA дома. Мне нравится, чтобы было HOA. Всегда в таких обычно комьюнити более... Более ухоженно. Ухоженно, да. Вокруг все красивее. Ну, не знаю. Больше среди за эти. Я не против платить. Это небольшие деньги. Вот эти 300 долларов. Потому что сейчас мы за апартаменты HOA платим 330. И купив дом, это ни о чем 300. Ну да. 300 долларов. Да, да. Тем более, что входит и бассейн, тоже тренажерный зал. И даже еще какие-то штички. Да, да. Так важно. Ну, что ты можешь сказать по этому дому? Слушай, приятный, симпатичный дом. Причем он находится в хорошем районе. Да. Он прямо в отличном даже, я скажу, районе находится. И хорошо дизайнеры проработали. Материалы здесь хорошие. Ну и плюс он же усовершенствованный, этот дом. Поэтому он, конечно, подкупает этим. Ну да. Я соглашусь с тобой полностью. Ну что, мы тогда поехали или даже нет, не поехали. Пойдемте, пройдем в соседнюю. Через дорогу, можно сказать. Да. Модель. Это будет уже следующее видео. Да. Напишите, как вам этот дом, что понравилось, что не понравилось. Да. А также просим подписаться на наш канал, на канал Моэру Флорида, а также на Мишин канал. Да, у него уже вышло несколько интересных видео. Так что он будет рад видеть вас. Спасибо, Юля. И также будут два видео, планирую, выложить с домами. Мне Юля помогла сделать обзор. Да, да, да. Обязательно переходите. На нашем канале вы любите именно обзоры домов. Так что переходите. У Миши тоже есть пару обзоров, которых нет на моем канале. Так что... Да. Так и до новых встреч в следующем доме. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok